В стенах администрации Каспийска состоялось семинар-совещание по реализации государственной национальной и конфессиональной политики, социально-культурной адаптации иностранных граждан и профилактика экстремизма и сироризма. Встреча была организована по рекомендации проведения профилактической работы с трудовыми мигрантами. В ходе заседания обсуждалось дальнейшее нахождение прибывших граждан Палестин на территории Дагестана, а именно их трудоустройство. 150 человек находятся на территории зоны Дельфин. Им предоставлены максимальные условия для проживания, питания, одежда, вплоть до того, что сейчас отрабатываются вопросы и образования, продолжения обучения и так далее. Обучение русскому языку, продолжение учебы в школах и вузах. Кроме того, стороны обсудили информационно-просветительскую работу с трудовыми мигрантами. Было рекомендовано оказывать содействие работодателям в размещении в местах пребывания трудовых мигрантов плакатов и стендов, содержащих следующую информацию о правах мигрантов, о правилах миграционного учета и об основах техники безопасности. В связи с прошедшими событиями в аэропорту Махачкалы представители госструктур обратились к жителям республики с просьбой сообщать о любых провокациях. В каждом городе, районе, наверное, в селе есть какие-то местные группы, да, ватсап и так далее. То есть есть все-таки определенный сектор такой информационный, который выпадает из всяких вот этих систем наблюдений, это как группы ватсап и так далее, но в том числе и инстаграм тоже, как бы он запрещен, не рекомендован сейчас для использования органов государственной власти, однако люди им пользуются. Поэтому если какие-то, например, призывы или что-то появляется в группах, тоже у меня большая просьба своевременно сообщать, ну как минимум нам. Стоит подчеркнуть, что в совещании приняли участие первый заместитель министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Арсен Махмудов, заместитель главы Каспийска Арсен Шерифов, заместитель секретаря Совета безопасности Республики Дагестан Дауд Унчиев, а также начальник отдела профилактики идеологии экстремизма и терроризма Шамиль Нажмудинов.